Что для тебя значит это фото? Аниматроники, скримеры, бесценные эмоции. Долгожданные новые части игры и её обновления. Ютуберы, снимавшие хайповые видео по этой игре, и этот игровой проект всем известен как Five Nights at Freddy's, ну или как там его ещё в простонародье называют ФНАФ. Сидя на стуле, я думал на эту темку и решил, что почему бы нам тоже не снять что-то про ФНАФ. А именно тема данного ролика, как ты наверное уже понял по названию, разбор демо-версий ФНАФ. Давай начнём пожалуй с определений. Что же такое демо-версии? Демо, это как нам пишет с тобой Википедия, предварительная, урезанная и часто бесплатная версия продукта. Ну например, компьютерные игры. Правильно, конечно, написали. Но если более простыми словами, то это просто ранние версии игры, где игра является так называемым недоделанным шлаком. Так, я вроде всё пояснил. Перед началом ролика не забудь подписаться на мой телеграм-канал и на ютуб-канал. С тобой Лешуков, и мы начинаем. Время шло, а игроки ждали каких-то известий об этой игре. Отправимся с тобой в 2014 год. Тогда обычным днём Скотт Коутон опубликовал ранний трейлер в интернет. Эта информация разлетелась и очень расфорсилась, и стала очень популярной вестью. Но по итогу Скотт Коутон опроверг слухи, сказав, что удалённого трейлера никогда не существовало. Возможно, этим роликом была сборка из реакции игроков на игру. И может быть, чтобы поднять шумиху и подать разнообразие для комьюнити. Видео ты можешь найти на сайте IndiaDB. 14 июня 2014 год. Наконец-то произошло достаточно крупное событие, что дало старт для игры ФНАФ. Наконец-то вышел официальный трейлер ФНАФ. Выпустил его как раз Скотт Коутон. Уже официально. Субтитры сделал DimaTorzok Трейлер игры ФНАФ имел свои особенности. Например, камеры увеличены больше, чем в выпущенной игре. Звук скримера в два раза быстрее, чем в выпущенной игре. Мне кажется, что эти моменты были достаточно странные, но при этом интересные. 13 июля 2014 год. Однажды Скотт Коутон на своём YouTube-канале выпустил видео под названием Five Nights at Freddy's Gameplay. Видео не содержит данных о версии на титульном экране. Когда начинается пятая ночь, виден неиспользуемый значок стикмана, используемый в игре. А рядом с ним надпись 1. Количество жизней. В остальном игра в значительной степени приближена к финальной версии. То бишь, уже совершенно скоро должен произойти релиз. В остальном игра в значительной степени приближена к финальной версии. А именно, к тому моменту, что скоро выйдет первая версия демо-тестирования. И как раз с тобой мы и отправляемся. 31 июля 2014 год. Когда одним деньком, Скотт Коутон выпустил демо-версию FNAF в версии бета для широкой публики за 8 дней до официального релиза полной версии игры. На данный момент, версия, к сожалению, недоступна на официальном сайте и является утерянной, что как раз даёт этой версии быть особенной. 13 августа 2014 год. Скотт Коутон выпустил обновленную демо-версию версия V1.1. Данная версия считается ещё одной потерянной демо-сборкой. Именно так выглядел первый прототип эндоскелета Фредди Фазбера. Судя по Steam Greenlight, игры и трейлеру эндоскелет Фредди и Бонни сильно отличаются от их окончательной сборки. Эндоскелет Фредди из иконки Steam Greenlight игры имеет треугольные зубы и глянцево-чёрные глаза с красными радужками вместо белых. Голова Бонни в эндоскелете, которую можно увидеть в трейлере, выглядит почти так же. А это нас подводит к той информации, что они очень похожи по эндоскелету. Это уже явно более интересная часть. Ведь именно здесь ты узнаешь много интересных, утерянных фактов о игре FNAF. Однажды, 8 августа 2016 года, в честь второй годовщины серии FNAF, Скотт Коутен опубликовал на своём веб-сайте несколько изображений, сделанных во время разработки четырёх аниматроников. Отсюда можно найти некоторые незначительные отличия. На изображении модель Фредди Фазбера, из которой только голова кажется законченной. А также видно, что моделька недоделана. А вот на следующем изображении модель Бонни, отрывающий себе голову. На скриншоте видно, что его галстук-бабочка чёрная, в то же время, как в финальной игре, она красная. А на этом изображении модель Чики и её Кекса. Причём у Кекса показано полное снаряжение и скелет. Однако Кекс никогда не двигается в финальной версии игры. Ну, а на этом изображении модель Фокси, показывающего большой палец в камеру, при этом у него отсутствует крю, и на него теле нет никаких повреждений. Моделька также является недоделанной. На данном изображении, один из разрабатываемых кадров скримеров Бонни. Каркасную модель Фредди можно увидеть в верхнем левом углу, обычную, невидимую игроку. И в последнем изображении, один из разрабатываемых кадров скримера Чики, как и на предыдущем изображении, Фредди можно увидеть в левом зале. Хотя, это очень странно. Но вот мы и приблизились лицом к лицу, а именно, к концу. Тема, которую мы рассмотрели, действительно интересная, по моему мнению. Если ты тоже так считаешь, то меня это действительно радует. Удачного тебе денька, надеюсь, увижу тебя в просмотре второй части. Она будет явно ещё сильнее, интереснее и больше. Желаю тебе удачи и пока.